так ну вот выложили две работы причем одна из них это виноград я зависла на ветке винограда дорисовывала смотрела как она рисует дом только вы большая молодец вообще успели все совсем разобраться до везде побывать все охватить вниманием это прям очень здорово очень здорово что вы не боитесь контрастности то есть вот этих вот там черных линий на доме которые обводят это очень действительно характерно если вы еще будете где-то тренироваться в сторону большей мягкости то что вы делаете например в дереве то что вы делаете в отражении вот этой вот до расплавленности вы на белой бумаге работать поэтому как раз этот акварельный эффект он очень хорошо у вас получается то будет еще лучше то есть где-то четкость где-то вот эти вот линии очень прочерченные очень точные а где-то мягкость именно на этом строится весь этот пейзаж но вообще я представляю даже сколько времени вы это делали поэтому прям это очень 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 здорово и белье бельем успели заняться и домиком и досочками всеми на белье можно тоже легонькие легонькие еще сделать блики есть такой фокус если мы блик берем очень пастозно то есть мы прямо вот взяли краску нашу и очень очень густые взяли вообще без воды сухой кистью взяли и положили так что эта краска вот как у меня там здесь на этом господи на кувшинке она практически как горочка получается то этот блик он всегда виден ярче почему потому что он отбрасывает тень у него есть тень собственная из-за этого он выглядит более белым то есть если вы хотите класть блики которые будут прям белыми то вам надо зачерпнуть много много краски и прямых вот пастозно как пальчик как маслом положить до чтобы они аж фактуру давали тогда это будет прям вот белая белый такой классный блик вот можно облака тоже чуть-чуть еще сплавить с небом но мне кажется что вы очень много чего вынесли для себя из этого пейзажа и мой совет вот всем в том числе ольги кто будет делать пейзаж попробуйте потом если будет такая счастливая возможность летом найти что-то похожее и написать в том же примерно ключе вы просто еще больше научитесь то есть мы усвоили какой-то опыт если мы потом его еще и сами попробуем воплотить уже в своей картинке причем можно прямо опираясь где-то нам андриана подсмотри у него цвета где-то что-то копируя как он это делает но на своем материале то это будет вообще просто восторг а так очень графично очень здорово спасибо ольга сейчас мы вернемся обратно и посмотрим виноград ирина выложил но зато она его проработала по моему ирина потрясающе да очень здорово проработали вот здорово что в верхнем листе у вас появляется красный то есть нижний он немножко такой еще слишком зеленый немножко крашеный а вот верхнем появляются уже красные оттенки такие прямо супер смотрите на вот так могу показывать да вот эти веточки на темном надо стараться чтобы они были видны когда мы смотрим на них и не видны когда мы смотрим например на этот виноград чуть чуть тише по тону чуть чуть ближе к тому цвету который там есть это все очень хорошо можно просто если вы будете улучшать то есть вот здесь деликатнее например эти штучки лежат но что мне еще очень нравится вот в таких натюрмортах вы знаете они очень подарочные я вот с такой конечно точки зрения художника но я сама когда беру себе с натуры ставлю вот какой-нибудь такой винограде колесу его без фона без всего мне так нравится что минимум затрат усилий да ну по сравнению с если мы там полную тюрьму отставили но очень эффектно это выглядит вот этот эффект вы абсолютно сохранили это прям очень здорово немножко вот здесь одинаковые виноградники получились от зеленые отделены это зеленый можно их еще больше растягивать не можно остановить на этого можно прям вот еще смотреть где они растянуты очень здорово чтобы прозрачно положили тень вообще когда мы работаем гуашью да мы стараемся все тени класть немножко более прозрачно тоже тогда они будут смотреться тенями а не каким-то таким предметом вот это прямо очень здорово здорово что где-то в виноградинках остается практически полупрозрачный крафт это тоже прям супер то есть мы используем используете ту основную имприматуру то основание которое у вас есть и на нем как бы вы строить изображение это прям очень-очень здорово и эти все усики тоже вообще потрясающие да очень тонко выделанные я не знаю что это у вас за кисточка вот но прям здорово можно мне вот очень нравится вот эти вот кисти я сегодня ими не работала мне очень нравится вот эти рублевские кисти аква которые вообще не для акварели но я именно очень люблю рисовать гуашью за счет того что у них очень тонкий кончик то есть в даже большая кисть вот такая например вот такой вот огромной кистью просто ну а ковалок же она же огромная можно вот прорисовывать вот такие вот усики но на у меня тут не помытое за счет того что у нее очень тонкий кончик вообще прям потрясающий я сегодня писала вот этим вот кистью вот на ней написано вдохновляй, это тоже рублёк, тоже очень классный, у них кончик здоровский. Немножечко, чуть-чуть, вот здесь у этого усика четыре вот этих загогулинки, они очень одинаковые, они на одинаковом расстоянии. Но это опять же в сторону, куда расти, на что обращать внимание. Обращайте внимание на то, чтобы все, что вы пишете, было разным. Вот это, например, виноградинка очень классная, она такая объёмная, такая круглая, на ней вот эти рефлекции по бокам, они удивительной красоты совершенно. Илина, вы очень большая молодец, вы большая молодец, что доделали виноград, дом сделайте обязательно потом, и присылайте, обязательно прокомментирую его.